Всем большой привет! Сегодня настало время поделиться с вами нашими четырьмя шикарными закусками на новогодний стол. Это будут сытные лодочки с тематическим декором, очень вкусная закуска с креветками и авокадо на огурце, просто волшебное сочетание вкусов в закуске с грушей, сыром горгонзола и прошутто-круда и нарядный новогодний закусочный венок из любых любимых вами продуктов. Начнем с бутербродиков. Нам понадобится рыбка и яйца. Рыбу можно взять как копченую, вот в данном случае я взяла, так и слабосоленую. И сыр Филадельфия, либо майонез или греческий йогурт. Здесь по вашему вкусу. Огурец и маслины для украшения и, собственно, багет. Первым делом я нарезаю рыбку небольшими кубиками. Затем к рыбе на крупной терке я натираю яйца. Такого количества ингредиентов, как 3 яйца и где-то 120 граммов рыбки, мне хватило на 16 бутербродиков. Теперь добавляем столовую ложку сливочного сыра. Вы смотрите, либо майонез, либо йогурт и хорошенько перемешиваем. Кому нравится посочнее, естественно, можно взять такие ингредиенты, как майонез и йогурт. Теперь я нарезаю багет, не подсушиваю его ничего. И сразу распределяю на блюде, на котором буду подавать закуску на стол. Затем на каждый кусочек распределяю начинку. Готово! Теперь можно приступить к декору. Огурцы я нарезаю тонкими слайсами, ножом овощечисткой. Из маслин вырезаю вот такие звездочки. И немного укропа для украшения. Берем обычные зубочистки и вот таким образом натыкаем на них наши слайсы огурца, чтобы в итоге получилось что-то похожее на елочку. Затем вставляем в бутербродик и сверху надеваем уже нашу звездочку из маслинки. При необходимости поправляем, расправляем и так поступаем со всеми бутербродами. Вот такие вкусные и нарядные бутербродики получились. Эта закуска из креветок и авокадо когда-то меня пленила. И сейчас я поделюсь с вами, как ее готовить. Нам понадобятся креветки, либо замороженные, либо вот такие, как я взяла, предварительно отваренные. В рыбном отделе продаются огурец. Количество ингредиентов, естественно, зависит от количества ваших гостей. Авокадо, лимон и специи. Соль. У меня это розовая соль, но особого значения, конечно, не имеет. Чесночный порошок, сладкая паприка, черный перец, орегано, оливковое масло и немного зелени. Это лук шнит или молодой лучок можно взять и петрушка. Начнем приготовление мы с креветок. Креветки нам с вами нужно обжарить. Я сначала хотела обжарить только половину, вторую половину оставить вот в таком виде, потому что они уже очень вкусные. Но поняла потом, что красивее, эффектнее и вкуснее будут обжаренные. Теперь нам нужно с вами добавить все специи, соль, чесночный порошок, паприку сладкую, немного перца и орегано. Перемешаю все это вместе сначала. И затем добавлю немножечко оливкового масла и перемешаю уже вместе с маслом. Обжаривать будем на хорошо разогретой сковороде, но уже без добавления масла. Буквально по полминутки, максимум минута с каждой стороны до симпатичной золотистой корочки. Теперь займемся нашим, так скажем, гуакамоле. Я нарезаю лучок. Затем добавляю авокадо и разминаю его вилочкой. Немного лимонного сока и для вкуса, и для сохранения цвета. Соль. И хорошенько вместе все перемешиваем. Нарезаем огурец кружочками где-то в полсантиметра толщиной и начинаем собирать нашу закуску. Выкладываем на блюдо, которое будем ставить на новогодний стол. Затем на огурец выкладываем начинку из авокадо и украшаем нашими жареными креветками. Эта закуска очень вкусная и не занимает абсолютно много времени для того, чтобы ее приготовить. Обязательно попробуйте. И вот так красиво она выглядит. Следующая закуска не менее эффектно выглядит, но и сочетание вкусов здесь просто гурме. Для нее нам понадобятся всего лишь груши, прошутто круто, продается вот такими слайсами, и сыр горгонзола. Я брала горгонзола, которая называется пиканте. У нее более ярко выраженный вкус, чем у той, которая называется дольче, более светлая. Немного рукколы для украшения и 5-10 минут нашего времени. Груши нарезаем дольками и вырезаем из каждой сердцевинку. Я брала грушу полутвердую, даже такая более хрустящая была у меня. Мне кажется, так будет гораздо вкуснее. И теперь берем прошутто круто, нарезанное вот такими тоненькими слайсами. И теперь половинку каждой дольки груши оборачиваем этим слайсом прошутто. Главное, обращаю ваше внимание, что слайсы прошутто обязательно должны быть очень-очень тоненькими. Так гораздо вкуснее. На этом этапе груши, украшенные прошутто, можно сразу выложить на блюдо, подготовленное для подачи. И теперь займемся сыром горгонзола. Посмотрите, какой он насыщенный. Нам его остается только нарезать подходящего размера кусочками для каждой дольки. Украшаем листочками рукколы и невероятная вкуснятина готова. Всего лишь за 5 минут. Теперь займемся нашим новогодним закусочным веночком. Нам понадобятся любые удобные шпажки или зубочистки, если вам удобнее. И здесь уже все зависит от вашего вкуса и предпочтений. Можно взять любые соленья, помидорчики. Я взяла вот такие черри. Бэби моцарелла сюда идеально подойдет и по вкусу, и по размеру. Дальше я взяла колбаску с салями. Также можно взять прошутто. Еще у меня здесь сыр эмменталь. Тоже по вашему вкусу. Выбирайте абсолютно любой. Зеленые оливки. Черные оливки или маслины. И немного зелени для украшения. Я взяла петрушку и розмарин. Еще сюда идеально подошел бы базилик. И теперь нам остается просто все собрать в произвольном порядке. Совмещая на одной шпажке те продукты, которые, по вашему мнению, наиболее сочетаются по вкусу. Продолжение следует... Закусочный веночек готов. Я желаю вам приятного аппетита, счастливого Нового Года и веселых праздников!